Жительница Каспийска, Умежат Магомедова, перенесла целый ряд событий, которые буквально подкосили ее здоровье. Женщина похоронила сына погибшего в ходе СВО, перенесла два инсульта и живет в съемной комнате общежития. Благо о проблеме Умежат узнали добрые люди и помогли. Подробности истории у Карима Гомаева. Если бы не авария на подстанции Каспийска, возможно, об истории Умежат Магомедовой мы бы так и не узнали. Сотрудники фонда «Инсан» в эти дни развозили по домам нуждающихся гаражам продукты питания и воду. Увидев, в каких условиях живет одинокая мать, они решили довести ее историю до неравнодушных людей. Вместе с благотворительным фондом «Инсан» мы сделали акцию доставки горячей еды и бутилированной воды. И номер горячей линии позвонили жители вот этой общежития. Здесь живет на четвертом этаже Патимат, взрослая женщина, маломобильная. Она позвонила на номер горячей линии, и мы с председателем Совета Имама выехали к ней, адресную доставку сделать воды и горячего плова. И, соответственно, когда мы уже спускали с четвертого этажа, на третьем этаже встретили женщину. У нас запасом была эта еда, мы раздавали по всем общежитиям. И здесь то, что осталось, хотели в этом общежитии тоже раздать. И, соответственно, эта женщина, она показала своих соседей, других нуждающихся. И вот эта цепочка нас привела к этой женщине, которая на первом этаже. Сказали, вот такая остро нуждающая женщина есть, которая и болеет, и тяжелая потеря, утрата сына. Вот в таком положении пребывает эта женщина, хорошо было бы ей тоже оказать помощь. Тяжелая история жизни началась очень давно. Но когда погиб сын, который добровольно отправился на защиту Родины, земля будто уходила из-под ног, где лица унижат. Но жить на что-то надо было. Даже после двух инсультов женщина продолжала ходить на работу. На одну пенсию оплатить жилье и помочь больной дочери не получалось. Дочки были за квартиру, я чуть с ума не сошла. За вот это январь месяц надо было, 6 тысяч ему давать. Он пришел сюда, хозяин, деньги надо было. Я говорю, нет, чуть-чуть подожди. Потом дочка долгу взял у кого-то, отдали ему деньги. Потом с пенсии пришли, отдал этот долг тоже обратно. Сейчас они принесли мне деньги тоже за квартиру. За это вот это, завтра на работу я, после того тоже на работу. Потом дома, потом еще два дня, потом месяц оканчивается. Еще два смены, четыре смены у меня есть, все, больше не могу я. Там тоже целый день, у раза тоже держится, тоже не могу. Вот это же мне врачи говорят, ты третий раз готовый, ты не плачешь. Я одна, я же говорю, вчера двенадцать часов уже не могла с этой фоткой. Я вышла на улицу, на улице сидела до часа, потом холодно зашло. Я не могу, когда я одна, я много чего ее вспоминаю. Не могу, не могу, да, это было, выход. Вот такой он, мама, знаешь, почему я тебе, я не появляюсь, тебе показать не дают. А почему, Мурат, я говорю, у меня лицо нету горд. Мурат хотел, чтобы мама им гордилась. Отправился добровольно в зону специальной военной операции. Жизнь наладится, я куплю тебе квартиру, мама. Это были последние слова сына, которые он сказал ей, прощаясь. Потом я приехала после Баряма, еще хотел Мурату видеть, сюда приехал Анжела. Я говорю, Анжела, где Мурату? Мурату уехал. Куда уехал? В Айотке. Я говорю, что я говорю, правда, что да, он уехал, говорит, потом выйдет туда, сюда меня отправил. Там с Чечени, оказывается, он уехал. Отправил, потом уже май было. Четвертый май он уехал, уже семнадцать, оказывается, там же убили его. За ним поехали, первого июня его похоронили. Потом пришли глаза открыты у него, я закрываю глаза, тоже щеки остался. Так красивый был сам, тоже очень красивый. После того, как фонд Инсан опубликовал видео с историей женщины, помочь ей вызвался помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов. Он решил за счет собственных средств помочь умежать. Я как слышал, что вы эту квартиру тоже снимаете. Я у вашего сына желание буду выполнять, иншаллах рахмана. Я вам подарю квартиру, так что вы будете в квартире жить. Пока эта квартира закончится, все там показано, за эту квартиру тоже я буду вам оплачивать. Вы грамм не переживайте. Я сюда приехал, поручение главы Дагестана тоже. Я как помощник его. Иншаллах рахмана. Мы будем, что мы можем, то и... Вашего сына желание будет выполнять, иншаллах. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Каспийск. Новости НТ Каспийск. Новости НТ Каспийск. Новости НТ Каспийск.